здравствуйте здравствуй дружок сегодня я и эта женщина расскажем тебе про полный пиздец маленьком селе новосибирской области 30-летняя юля шевикова в тайне от мужа родила внебрачную дочь в тайне от мужа родила внебрачную дочь это значит не от мужа поэтому она отнесла ребенка на остановку помирать вот здесь вот я положила вот здесь вот суку я ее положила что я тебя прямо здесь положу вася положила ее приоткрыла посмотрела все ли хорошо с ней и пошла я ту сторону лол мишин комплит как утверждает юлия она совершила это в состоянии аффекта и теперь вся в слезах просит вернуть ей дочь просит вернуть ей дочь зачем чтобы добить скажите пожалуйста маму ребенка нашли да нашли конечно у них блец в селе две соседки одна автобусная остановка на которой они по очереди младенцев носят в девять вечера нашли предполагаемую мать ребенка я оказалась юлия шевикова а кто собственно это ужасная женщина бросившая своего ребенка на остановке алкоголичка наркоманка ее привозила социальную помощь вещи ее детям а что тогда с ней не так и как можно вообще родить в тайне как родить в тайне лайфхак то утро юля решила пойти помыться в баню когда я родила девочку родила я ее в бане произошло это здесь возле тазиков вот здесь я налила воды из печки навела воду всю начала мыться у меня отошли воду воду отошли тут же я родила ребенка я успела поймать ребеночка вот сюда вот положила взяла ножницы баню меня всегда висят ножницы перерезала и пуповину сбегала быстренько домой взяла детские вещи принадлежности дам всякие завернула сначала в пеленочку потом в детский пододеяльник и сверху я укутал ее вот таким теплым пледом потому что на улице было прохладно на тот момент я не понимала что я делаю зачем я это делаю сходила домой навела бутылочку смеси и накормила я ее она у меня не плакала молчала это спланировано ребенка накормить он заснет и не будет орать и под эту грустную музыку понести выкидывать своего роднулечку положила ее и пошла в сторону материного дома шла я постоянно я оглядывалась оборачивалась переживала как она там что она там чтобы к ней собака никакая не подошла чтобы никто не подошел никто ничего не сделал мало ли ребенок же все-таки то есть ты думала что раз ты проконтролировала пока ты уходишь что к ней не подошла собака это значит что потом к ней не подойдет стая собак или бомжей я виню себя каю себя сама себя ругаю о том что я наделала что я натворила блин а вдруг стая собак не придет и не расправиться с младенцем надо было сразу люк с кипятком бросать чтобы на что поэтому всему поводу может сказать гинеколог и зачем вообще пригласили в студию роды могут пойти совершенно по любому пути да это грёбаный шедевр ему нужно писать тексты для рэп-баттлов роды могут пойти совершенно по любому пути твои пошли хуёво и теперь у тебя жопа вместо головы учитывая что она все-таки на людной остановке ее оставила я не думаю что она хотела именно убить а что она хотела проверить работает ли у ребенка автопилот и доползет ли он один до дома или там так безопасно что ребеночек может полежать в одиночестве напитываясь силами земли и выхлопными газами здоровья у вас там бродящие собаки это редкость да есть много с ворами ходят стаями выгнанные но когда она уходила она контролировала чтобы не было собак у нее есть муж он просто в тюрьме она сама нам об этом расскажет здравствуйте вы должны помочь мне моего ребенка вернуть да я совершила ошибку но я хочу ее исправить скажите пожалуйста а кто-то знал что вы беременны нет вы скрывали до последнего до до последнего никто ничего не знал а почему потому что ребенок был не от мужа я узнал уже на большом сроке вот она сама призналась что хотела сделать аборт но был уже поздно грех грех а на каком сроке вы узнали что беременны месяца за два как случились роды она пиздит ведь когда становишься беременной то внизу живота появляются бабочки хочется об этом рассказать всему миру а почему вы скрывали от всех не хотела никому говорить но тут ей нечего предъявить скрывала потому что не хотела поговорить учитесь девочки где ваш муж и чего вы боитесь муж у меня сидит отбывает наказание за двойное убийство долго ему еще сидеть выйдет в тридцатом году и вы боитесь конечно и что он может вам сделать то есть вы еще 10 лет будете бояться мужа который в тюрьме ну теперь то уже нет потому что я ему все рассказала так у нас с мужем трое детей мой муж убил человека отсидел вышел убил еще двух людей ему осталось сидеть 10 лет что же мне сделать так чтобы всем стало лучше в этой ситуации ах да потрахаться с неизвестным челом залететь от него а потом выкинуть ребенка ведь жизнь так скучно с зэком мужем и тремя детьми в тридцатом году он выйдет а когда он сел то сколько уже прошло 7 лет прошло то есть ему дали 17 лет да и вы решили его дождаться ну да хотела хотела дождаться но у меня там что-то зачесалось и не получилось ведь это не считается да что наш муж мог сделать по отношению к вам сидя в тюрьме но что разве с тюрьмы достать нельзя человека он там с кем-то общается есть друзья у него с кем он сидит мало ли кто освободится кого он там чудо она сериалов насмотрелась зачем кому-то ехать но и сибирскую область и устраивать разборки обычно те кто выходит из тюрьмы возвращаются к себе на район и действуют по старой схеме украл выпил в тюрьму новых случаев выпил убил еще больше людей чем в прошлый раз и в тюрьму если вы так панически боитесь мужа и абсолютно убеждены что случись удобная ситуация да он вас грохнет несмотря на то что вас общих детей целых трое на хрена вы вообще ему рожали столько детей и почему вы до сих пор с ним в браке он просит чтоб я не разводилась объясните мне идиоту почему вы не закричали и не убежали от маньяка который вас резал и насиловал хотя вас была такая возможность но он просил не кричать и не убегать вы год назад родили ему ребенка а вот эта девочка она от кого девочка не от мужа от кого ну я не хочу называть его на имя я понимаю он продолжает вашей жизни существовать или это был эпизод просто нет не продолжает я его не хочу называть на имя я его тоже оставила на автобусной остановке приколы у меня такие комната моих двух старших сыновей здесь спит александр здесь спит иван вот это у них школьные принадлежности тетради ко всем учебникам альбомы карандаши и краски коля мы полностью готовы здесь у нас телевизор дивиди отдельно им купила чтобы они смотрели здесь у нас диски мультики стоп вы скажете фу дивиди лучше бы интернет дома подключили а в интернетах ваших одна порнография зэки и внебрачная чертовщина а по дивиди можно благостные передачи детям показывать чтобы учились хорошему они это все на себя деньги вообще не трать трачу все на детей себе за два года наверно купила одни штаны и туфли а как тут можно понять что все деньги уходят на детей по профессиональным фотографиям где на одной ребенок командир отделения на второй силовик с пачкой денег в руки автоматом и бандами а в третий боксер на ринге под софитами на полном стадионе да лучше бы они его реально на спорт на какой-нибудь отдали это же все постанова тогда скажите мне пожалуйста когда вы приняли решение что вы оставите этого ребенка на остановке я приняла это решение когда подумала что ребенка скорее всего спасут почему вы не отнесли ребенка в больницу я его несла я шла в больницу но оставили на остановке устали наверное нет я не устала позади меня шел работник больницы поэтому я его положила на остановку я знала что он работает в больнице что он его заберет я несла а с чего ты взяла что этот сотрудник вообще заметит этого ребенка с чего ты взяла что этот сотрудник не возьмет его не изнасилует и не сдаст на органы там на второй день пошли слухи что первые друзья малька когда выйдут ее порешают малек это ее муж да все таки не зря боялась баба друзья малька кто они головастики вам казалось что все рассосал еще один панч правда выяснилось отец простил село затихнет и все со временем будет по-прежнему не будет не будет я абсолютно убежден что вы сейчас будет возбуждено уголовное дело она возбуждена против вас да по какой статье оставление в опасности наказание которое грозит юли это целый год лишения свободы и это если не переквалифицируют здесь могли покушение на убийство инкриминировать вас реально будут лишать родительских прав почему все время находится серьезный человек который говорит как сейчас реально обстоят дела ведь можно же все чтоб утихло чтоб все все забыли выкинула ребеночка и благодать я не видела никогда ее пьяный соседи не видели ее не пьяный не гулящий они же даже не заметили что юля беременная было так вот от кого все эти слухи пошли что нашу героиню завалят а теперь послушаем местного психолога а какой она вот человек глупая вообще по мнению бабы нюры девочка даже если вернется в семью к родной матери будет жить не любви угнетение печали в толчках вечно отсиживать свой срок всю жизнь в своей душе а вот это было больно самое сердце а кто такая лариса белоусова это ваша подруга да через дом я к ней она ко мне ходит кто такая лариса и зачем они к друг другу ходят что это за феномен такой женщина которая ждет мужа из тюрьмы когда он выйдет им будет за 40 и совершенно понятно что это будет совсем другая жизнь почему она ждет то его да да мужик ты задаешь правильные вопросы но на них никто не отвечает потому что всем похуй может быть лариса нам объяснит ждать можно с войны тем более он же не думал о детях и они когда людей убивал сашка он неплохой а то что он убил человека а потом еще двоих это не он плохой это его поступки плохие а так он свой нормально ждет это на узел завязала и ждет она эту новорожденную девочку уже выстроилась очередь профессиональная семья которая получает денежку за каждого взятого на воспитание ребенка и за нашу брошенку она тоже наверно получит кругленькую сумму новая будущая мама брошенной девочки то является матери еще пяти другим детям старшая дочь очень любит рисовать с разными красками и гуаши почему такие депрессивные рисунки почему такие мрачные цвета это же дети здесь у нас вам не кажется странным что в так чисто посреди зала висит липучка для мух вся залепленная трупами мух такое ощущение что в квартире тот еще сральник и его убрали прям вот перед передачей но про липучку с трупами мух забыли проходит батарея где невидимая и почему на столе фотография греты тумберг ее здесь воспитывали среди мух может даже и имя далее она у нас василиса вот родился у тебя ребенок ни о чем-то не подозреваешь а где-то уже есть женщина которая считает у ребеночка своим имя ему дала василиса тип все равно что ты долго копил на iphone купил его но где-то все равно есть гопник который считает твой iphone своим и имя дал ему шмыга для нас она нас новая мать сердцем чует что юлина дочка то ее и собирается растить ее в любви и в заботе юля очень хорошо что у вас слезы пошли нет чел слезы не пошли и это видно она притворяется а на этом собственно все передача так ничем и не закончилась если не хочешь оказаться в такой же ситуации подписывайся ставь лайк и пиши комментарий пока